Доброго времени суток уважаемые коллеги, с вами Арман Бесимбаев, аналитик международной брокерской группы Текмил. Представляю вашему вниманию технический анализ по валютным парам, которые могут представлять интерес с точки зрения перспективности. Сегодня 20 февраля 2020 года, четверг. Неделя подходит к концу, но впереди нас еще ждет торговый день, который может принести много интересного. Предлагаю сегодня рассмотреть валютную пару фунт-доллар, которая продолжает снижаться, приближаясь к целевой зоне. Также рассмотрим пару доллар-канадец, который дает неоднозначные сигналы, но в ней есть вероятность локального роста. Также интерес представляет нефть марки Brent, которая вероятно даст возможность прикупить данный инструмент по более выгодным ценам, поскольку ожидается локальная коррекция. Итак, поехали. Британский фунт с последнего нашего обзора успел вырасти, но затем снова перешел к снижению в рамках нашего прогноза. Цена выросла за пределы основного сопротивления на 1.29.94, отметившись на уровне 1.30.70, ниже которого затем начал консолидироваться. При этом какое-то время уровень 1.29.94 даже выступал поддержкой для цены, но очевидно покупатели не смогли развить дальше восходящее движение и пара снова ушла под ключевой уровень и продолжила затем падать. К настоящему моменту цена уже находится ниже уровня 1.29.14, который на данный момент выступает ключевым сопротивлением, а разворотный уровень переместился на отметку 1.29.94, рост выше которого даст сигнал к началу восходящего тренда. Итак, основной сценарий здесь предполагает закрепление ниже уровня 1.29.14, ретест которого уже на данный момент прошел. Соответственно, отбой от него направит пару к целевой отметке на 1.27.88. Далее у нас канадский доллар, который консолидируется, определяясь дальнейшим направлением. С одной стороны пара снизилась к разворотной точке на 1.32.14, где нашла поддержку и начала от него расти. Таким образом, предыдущий прогноз на возможный рост все еще не отменен и сохраняет силу, поскольку цена не смогла опуститься ниже разворотного уровня. Но с другой стороны, последнее снижение обновило локальный минимум, что вообще-то является признаком продолжающегося нисходящего движения, в рамках которого возможны локальные коррекции вверх. Поэтому это в определенной степени вызывает сомнения в перспективах прогноза. Однако, поскольку цена снова оказалась выше поддержки на 1.32.36, что является важным сигналом, пока есть смысл придерживаться сценария на локальный рост с ближайшими целями в районе 1.32.88 и дальнейшим вероятным проходом до 1.33.20. Соответственно, снижение и закрепление цены ниже разворотного уровня 1.32.14 приведет к отмене данного сценария и продолжению нисходящего движения. Ну и наконец, нефть марки Brent, который постепенно продвигается вверх в рамках основного прогноза на рост. С момента последнего обзора цена уже выросла почти до уровня 60 долларов за баррель, отметившись на уровне 59.85. И в данный момент, по всей вероятности, готовится к локальной коррекции, прежде чем продолжит рост к целевой отметке. В случае, если коррекция все же состоится, то цели для нее лежат в пределах уровня поддержки на 1.56.67, отбой от которого позволит цене развить новый восходящий импульс до целевой отметки в районе 62 доллара за баррель. В свою очередь, снижение и закрепление цены ниже разворотного уровня на 1.56.01 приведет к отмене прогноза и даст сигнал к углублению коррекции и развороту. И на сегодня у меня все. С вами был Арман Бесимбаев и обзор по техническому анализу валютных пар от компании Тикмил. Помните о том, что данная рекомендация не является руководством к действию и не гарантирует результата. Поэтому соблюдайте риски. Всем удачной и профитной недели. Всем пока.